Добрый день! Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум. Помощник руководителя Наталья. Чем могу помочь? Отвечать на телефонные звонки – это тоже в некотором смысле искусство. Его постигают студенты, которые обучаются на документоведов в губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме. На днях здесь была открыта новая мастерская в рамках национального проекта образования, и ребята изучают предметы с помощью нового и уникального оборудования. Изменится цветовая гамма, то есть изображение будет намного ярче. Он сканирует 40 листов в минуту, хотя обычный сканер сканирует 10 листов. Максимальный формат, который захватывает, это А3. Распознавание, цифровка происходит на 180 языках. Если руки заняты, можно использовать педаль, она вот здесь. А так используется ручная кнопка. Одновременно можно сканировать две страницы. При сканировании он разрезает эту книгу на две части, и получается, каждая страница будет сохраняться отдельно. Благодаря полученному гранту в техникуме оборудовали мастерские по пяти компетенциям – товароведение, банковское дело, спасательные работы, делопроизводство и архивоведение, парикмахерские услуги. Проект был реализован в кратчайшие сроки, и уже после новогодних праздников студенты будут учиться в более современных условиях по мировым стандартам WorldSkills. Здесь стоит тест-система для анализа свежести молока, на свежесть рыбы, на свежесть мяса, на качество термообработки. Также у нас есть тест-комплект на определение качества и натуральности мёда. Здесь появился даже почти настоящий магазин, где студенты учатся осуществлять продажу товаров, а также мини-лаборатория для проверки их качества. Ну а пока товароведы изучают микроскопы и эковизоры, спасатели пробуют преодолеть верёвочную трассу, скалодром и лабиринт. Все действия ориентированы на командную работу и максимально приближены к реальной ситуации. Сами студенты даже форму пожарных спасателей надевают на занятия, чтобы свыкнуться с ней и впоследствии не чувствовать стеснения в движении. Без этого учить детей просто невозможно. Объяснять на пальцах это не дело. В последнее время обратили внимание на среднепрофессиональное образование. Это крайне необходимо в нашей стране. В этом году три учреждения Саратовской области выиграли грант Минпросвещения России в общей сумме на 73 миллиона рублей по господдержке профессиональных образовательных организаций. Это Вольский технологический и Саратовский архитектурно-строительный колледжи, а также Балаковский ГМТ. Пять мастерских, которые первые в области будут подготовку вести по современным мировым стандартам. Это площадки будущего. То есть даже не на всех производствах стоит то оборудование, которое мы сегодня видели. На торжественном открытии обновленных мастерских дан старт новому этапу развития среднего профессионального образования не только в городе Балакова, но и в регионе. Мы являемся свидетелями уникального события для, в первую очередь, для учебного процесса, для пяти компетенций, по которым вы получили достойный грант. Российская экономика нуждается в квалифицированных и хороших кадрах. И сегодняшние гранты, которые превращены в материализацию, надеюсь, с каждым годом будут укреплять ваши знания, умения, сноровки и, конечно же, конкурентоспособность. В целом, до 2024 года в Саратовской области в рамках НАСПроекта образования планируется создать не менее 50 профессиональных мастерских. ИСУЗом позволяется участвовать в конкурсе на грант по несколько раз, поэтому губернаторский автомобильно-электромеханический техникум будет и дальше подавать документы, ведь в планах у техникума обустроить и другие мастерские по стандартам WorldSkills.